Вот и наступила пятница, которая ожидаемо принесла нам очень много новой музыки, а также несколько камбэков. Как минимум этих самых камбэков было два, от Яникса и Олджи Будды, правда на одном треке под названием Legacy. Но данная композиция примечательна не только этим. В тексте Гриша как будто бы делает укол в сторону обладает, с которым у его окружения сейчас далеко не самые простые отношения. Об этом поговорим подробно в ролике. Также скажем пару слов про новую информацию по альбому Big Baby Tape, последний активно тизерит пластинку, выкладывая интересные сниппеты. Ну и конечно скажем пару слов про новости с запада, где наконец-то завершился суд над убийцами Тантасиона. Что ж, давайте приступать. Но перед тем как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Яникс и Будда выпустили совместный трек под названием Legacy. Этого дропа ждали все. Ведь Гриша довольно давно не показывал нам новый материал. Если не брать во внимание релиз трека с победителями его конкурса на гостевой куплет. Точно так же долго молчал и Яникс. Два настоящих гиганта индустрии решили громко вернуться в игру с треком в стиле Jersey Club. Где не пожалели, панчей. Видно, что Янг Яни панчет так же мощно, как и на своем последнем релизе Go to Sluge. Он, кстати, решил не писать делюкс-версию этого проекта и сосредоточиться на новом альбоме. Видимо, трек Legacy это как раз один из треков оттуда. OG Будда в качестве и количестве панчей не отставал. Но очевидно, что сильнее всего аудиторию рэпера заинтересовали вот эти строчки. PC это, очевидно, Players Club. Именно так называется последний альбом обладает. Будущий альбом Назара будет называться Players Club 2. Возможно, таким образом Будда намекает, что его парта не будет на грядущем проекте Облэ. Хотя сам Гриша уверяет, что это не дисс, а просто факт, нам кажется, что отношения между рэперами все же натянутые. Как вы помните, еще два года назад у Будды и Назара случился конфликт на фоне участия Гриша на альбоме Егора Крида. Облэ тогда прямо сказал, что его уважение потеряли все, кто принял участие в проекте Егора. Позже, на московском концерте NLE Чаппе, Будда и обладает не общались. Конфликт продолжился в виде сторис от Гриши, но потом ребята все же помирились. Прошло уже много времени и, похоже, старые обиды вновь дали о себе знать. Добавьте к этому постоянные подколы в стороны Обла от ближайшего окружения Будды. Строчки с Калей Миланой и Ромой 163-го про бывшую девушку Назара. А затем и просто прямые оскорбления от Тагли Стефана. Последним обладает даже ответил на фристайле Plucked In. В общем, ждем какую-то реакцию от Назара на трек Legacy. Пойдем далее по новостям. Тейп опубликовал фрагмент нового трека и клипа, а также сообщил, что его следующий альбом выйдет под названием Warsqua. Его следует ждать уже в этом году, когда именно, пока не сообщается. В отрывке рэпер сэмплирует композицию Jusui Jamais Allé, Яна Тирсона, французского композитора, автора саундтрека к фильму о Мели. Напомним, что в последнее время Тейп очень часто использует сэмплы для своих, безусловно, хитовых треков. Так было с песней G6 и с треком «Худак». В случае последней композиции, Тейпу пришлось отдать автору, мистеру Кредо, больше 10 миллионов рублей за право использовать сэмпл. Сколько стоит подобное у Яна Тирсона, сказать сложно, но мы думаем, не сильно дешевле. Что касается слова Warsqua, то мы написали в нашем телеграм-канале отдельный пост про такое название альбома. Это интересный термин, расшифровку которого вы сможете почитать по ссылке в описании. Ну а мы пойдем далее. Теперь давайте поговорим про новинки этой ночи. Артист из Кишинева Крис Нейду опубликовал сегодня ночью трек с клипом под названием «Дивер». Эта дилогия в первой части описывает события своих сделок по продаже вещей. Вторая часть будет опубликована в следующем месяце. Эй, Драгуси, я успиктор десенеску паузе, рар фолосеск тор браузе. Пинг представляет мелодичный трек под названием «Дедди», посвященный возлюбленной лирического героя. Рэпер готов одеть свою любовь во все самое дорогое. Иронично называю себя при этом папочкой. Детройт, Глоу Трэп, Хайпер Поп, Лирика. Артист в опыт Ноу, восходящий фрешм 2023 года, сегодня выпустил новый альбом под названием «НБА». Под его музыку успел снять истории даже Афоня, известный блогер. Сегодня такой день, замечательное число, красивое, я по выеб... В Опыт Ноу начал свой путь еще в 12 лет. Успел наработать пятилетний опыт в рэпе и звукорежиссуре. Теперь его треки звучат круто, послушайте сами. Рэпер устроил разнос треками из альбома на живых выступлениях, зацепив людей своей энергетикой и харизмой. Собравшись в трио «Хэлла Хиллз» и выпустив в прошлую пятницу один сингл, Джим, Батвет и Бата дропнули дебютный проект. Хоррор – мини-альбом, состоящий из пяти похожих по стилистике мрачных композиций. Также вышел новый трек под названием «Скин» от артистов «Скорпион» и «Слов». Бит написан самими исполнителями. Это музыка, которая не может не заставить вас прокачаться. «Скорпион» – хип-хоп-исполнитель из города Астана. Пишет биты под псевдонимом «Ом Саунд». Второе «Слов». Музыкант из столицы Казахстана. Его творчество наполнено эмоциями и переживаниями о противоположном поле. «Я залетаю на трэп с ноги, да я подул, ты чувствуешь весь, я сам промываю свои мозги». Егор Крид вновь собрался на студии со всем известным дуэтом «Хамалийны Ваи» для записи нового трека. «Засыпаешь, но не со мной» – это трек-сниппет, которого давно мелькал в социальных сетях Крида и стал одним из самых ожидаемых в индустрии. Он посвящен невзаимной любви и ее болезненных последствиях. «Засыпаешь, но не со мной» – «Я обнимаю тебя». Теперь давайте поговорим про западные новости. Сегодня наконец-то завершился суд над убийцами Тентасиона. Все три подсудимых приговорены к пожизненным заключениям. Майкл Боут Райт – два пожизненных заключения без права на УДО. Дедрик Уильямс – те же два пожизненных заключения без права на УДО. И Трейвен Ньюсом – одно пожизненное заключение без права на УДО. Четвертый убийца Роберт Аллен будет осужден в ходе отдельных судебных заседаний, так как он сотрудничал со следствием. Предположительный срок для него – 20 лет тюрьмы. Новый трек Дрейка разозлит Канье. Песня Search and Rescue наделала шуму на прошлых выходных, когда ее поставили в эфире радио-шоу, и все услышали, что в песне использован отрывок из шоу Keeping Up with the Kardashians, где Ким и ее мать обсуждают семейные проблемы и развод с Канье. На обложке снимок двух людей в черных мотошлемах, один из них – автор трека, а рядом с ним, если и не Ким, то девушка, которая очень на нее похожа. После того, как Дрейка стали критиковать за то, что он пытается снова разжечь биф с Канье, отец канадской звезды, Деннис Грэм, посчитал нужным ответить в комментах. Цитата. Дрейк никого не троллит. Это просто песня. Зачем снова пытаться запустить историю с бифом между ним и Канье? История о том, что у Дрейка и Ким в какой-то момент мог быть роман, ходит по сети давно. Есть даже версия, что та самая Кики из прикрепа хита Дрейка «In My Feelings» – это Ким Кардашьян. Канье и Дрейк враждовали годами, но конфликт, указалось, пришел конец в 2021 году, когда рэп-титаны дали совместный концерт. А теперь вот новый виток бифа. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok